Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск по итогам российского инвестиционного форума. Крупные проекты в сфере перерабатывающей промышленности, строительства и сельского хозяйства. Такие предложения для инвесторов представил на сочинском форуме Динской район. Так, на территории есть возможность построить новый завод по производству консервов. Для этого будет проведена реконструкция существующего предприятия банкрота. А на базе другого банкрота может быть создан завод металлоконструкции. Кроме того, в районе планируют разводить осетровых рыб и производить черную икру. Как отмечают инвесторы, у района большой потенциал. Этому способствует географическое положение и, главное, опыт успешной реализации проекта. Очень интересуются сегодня наши инвесторы тем, как сегодня те инвестиционные проекты, которые были когда-то заключены в Сочи, как они притворяются в жизни. Они притворяются практически 50% тех проектов, которые мы заключили в те годы, они в общем-то уже в жизни. И нам это очень приятно. Это, конечно, бюджет, это, конечно, рабочие места, это, конечно, и развитие в целом муниципального образования Нинскому району. Всего район заключил на форуме 7 соглашений, среди которых, к примеру, строительство фруктохранилища в станице Старомышастовской, реконструкция фирмы в станице Новотитровской, а также представил 5 инвестиционных площадок и 5 инвестиционных проектов. Каждая обладает всей инфраструктурой, необходимой для успешного развития бизнеса. Около 200 миллионов рублей инвестиций по итогам форума привлек Староминский район. Там пройдет масштабная модернизация животноводческого комплекса. Это позволит производить в несколько раз больше молока. Второе направление – цех, где будут производить мини-тракторы. Ранее это производство было в арендуемом помещении, но спрос на машины растет, и в скором времени собирать их будут на новой линии в цеху. Всего же район представил 5 проектов. Проекты направлены на производство сельскохозяйственной продукции и ее переработки. И приоритетным проектом является проект по производству пектина. Те мощности, которые планировались в бизнес-плане, бизнес-проекте, компания предлагает увеличить втрое. То есть инвестпроект будет уже финансово его составляющей не 2 миллиарда рублей, а порядка 6-7 миллиардов рублей. Как отметил глава муниципалитета, сырьевая база позволяет запустить завод с повышенной мощностью. Это отдаст району не только промышленный рост, но и десятки новых рабочих мест. В Сочинском форуме принял активное участие и Сбербанк. Его руководство обозначило задачи на будущее, а также специалисты рассказали о новых проектах. Подробности в нашем сюжете. Больше 500 миллиардов ежегодно в течение 20 лет потребуются регионам для модернизации ЖКХ. О новых финансовых механизмах, которые позволят кардинально решить эту проблему, влиять на рост тарифов и улучшить качество услуг, на форуме рассказали эксперты Сбербанка. Там подготовили коробочные решения в рамках государственно-частного партнерства. Как показали исследования, сейчас регионы нуждаются в концессиях до миллиарда рублей. Многие банки в таких услугах отказывают. Сама процедура концессии, по мнению специалистов Сбербанка, должна быть изменена, чтобы субъекты могли получать длинные деньги. В первую очередь, это само концессионное соглашение, которое действительно представляет собой юридическую угрозу, я бы даже сказал. Документ, приблизительно 500-800 страниц текста, который каждый раз на сумму концессии в 200-300 миллионов надо снова писать. И это мы хотим изменить. Мы хотим сделать это некоторым таким прототипом, который не нужно менять, и оно будет готово под каждое отраслевое решение. Первое соглашение на сумму более 300 миллионов рублей уже подписано с Тульской областью. В будущем проект планируют воплотить в Краснодарском крае и других регионах России. С ними банк подписал еще несколько соглашений. К слову, подписи ставили по самым современным виртуальным технологиям. Наши соглашения предусматривают всесторонние сотрудничества. Это не только наша прямая функция финансирования, это участие в различных проектах, которые считаются приоритетными для регионов, начиная от социальных проектов, заканчивая финансовыми управленческими консалтами. Что касается коробочных решений, то развернуться на полную мощь банк планирует к 2018 году. Есть проекты и на юге России. Логистические центры, проекты по хранению и переработке сельхозпродукции, реконструкция комбикормового цеха племенного птицезавода Лобинский, расширение больнелечебной базы. Свои проекты на форуме представил Лобинский район. Удалось заключить три соглашения. Среди них как курортная сфера, так и новые направления в энергетике. Интересный очень проект мы сегодня подписали. Это строительство гидроэлектростанции в районе станицы Ахметовской на реке Горнуха. Которое будет обеспечивать электричеством отдаленные горные станицы и хутора. То есть это как бы проект относится к категории зеленой экономики. Лобинский район традиционно показывает хорошие результаты по итогам сочинского форума. Так, в рамках соглашений в муниципалитете реализован ряд крупных проектов. Среди них строительство конезавода, зверофермы, модернизация промышленных предприятий. Это был специальный выпуск по итогам российского инвестиционного форума. До свидания.